Всем огромный привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы попали на канал Стелла Кейв. Перед началом не забудьте подписаться и поставить лайк. Также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Ссылочка на него будет указана обязательно снизу в описании. Сегодня я снимаю страшную историю. Перед началом хочу вам сказать, что если вы хотите поделиться со мной своей страшной историей, которая произошла либо с вами, либо с вашими знакомыми, то можете мне написать в инстаграме в директ или в личные сообщения вконтакте. Ссылочка на все, как я уже сказала, будет указана снизу в описании. Ну а эту историю мне рассказала моя подписчица. Ее зовут Лика, и эта история с ней произошла 4 года назад. В тот день она со своими друзьями решила отправиться в так называемый поход, сделать пикник на природе в лесу и переночевать в палатках. Лес был достаточно безопасный, за исключение одной странной легенды, то, что в этом лесу была река, которая всех людей каким-то образом притягивала, но никто там никогда не тонул, там все абсолютно спокойно купаются летом, и все, в принципе, нормально. Единственное, что люди рассказывают, то, что происходит какое-то странное помутнение сознания, становится дурной, иногда становится людям плохо, начинает тошнить или болеть голова. Также она как будто бы притягивает к себе, хочется идти все ближе и ближе. И бывают даже такие случаи, то, что просто человек теряет память на какое-то время и вообще не понимает, что происходит. Но это всего лишь легенды, и они не слышали это напрямую от каких-то своих друзей, знакомых или родителей, поэтому они решили не обращать на это внимания и поехать на пикник, собственно говоря, в так называемый поход. Вот собрались, они с друзьями, их всего было четверо. Было два парня и две девушки, они все были друзьями. И парни сидели спереди, один вел машину, другой сидел на пассажирском сидении, и девочки сидели сзади. Собственно, одна из них была моя подписчица Лика. И когда они приехали, ехать туда нужно было где-то полтора часа, они нашли укромное место рядом с речкой, там очень приятно и успокаивающе текла река, бегали зайчики, те пели птички, был уже закат, тогда было где-то 9 вечера. Они уже разложили палатки, зажгли костер и начали делать шашлык, жарить маршмару, сосисочки и все было классно. Они провели очень веселое время. И тут моя подписчица Лика встает, просто начинает смотреть на реку. На тот момент трое ее друзей находились в палатке и делились как разными страшными историями на ночь. Истились и все в этом роде. Она вышла на улицу, чтобы посмотреть и глядеться, как там обстановочка, и ее вдруг начало тянуть к этой реке. Сначала она на нее просто смотрела минут 10, наверное, друзья, и они заметили ее отсутствие, потому что они были очень увлечены историями и просто даже не заметили, что ее такое длительное время уже нет рядом. Она смотрела на эту игру, по ее словам, минут 10 или 15. И тут она чувствует, что ее как будто бы тянет, как будто бы что-то каким-то мистическим образом притягивает ее к реке. Она сама того не замечая, начинает к ней приближаться. Идет, идет, спускается вниз по горе очень плавно, медленно, спускается по этой горе и подходит к самой реке. И тут она чувствует то, что вода прикасается к ее ногам. В этот момент она очнулась, посмотрела то, что она прошла метров 20 или 30 от палаток, смотрит в сторону палаток и замечает то, что один друг оттуда выходит. Оттуда выходит ее лучший друг и начинает ее звать обратно. Тут она посмотрела на реку, посмотрела опять на палатку и видит то, что этого друга нету, хотя прошла буквально секунда. Она немного насторожилась, испугалась, но решила не придавать этому большое значение, потому что, ну мало ли, он за эту секунду успел залезть обратно в палатку или зайти за палатку или еще что-то. Она посмотрела направо, то есть вот она стоит, спереди нее эта огромная река, и она смотрит направо и видит то, что там стоит ее друг. Он стоит, он просто смотрит вперед и не двигается. Потом он медленно опускает голову вниз, начинает несколько минут смотреть на реку, как она течет и все в этом роде. Потом начинает руками прикасаться, что-то там делать, смотреть по сторонам. И тут он замечает Лику, мою подписчицу, начинает на нее очень долго смотреть. Лика в этот момент почувствовала что-то, что-то нечеловеческое, что-то мистическое, пренормальное. По ее коже, по ее телу пробежал холодок. Ей стало очень страшно. Она смотрит и не понимает, что вообще происходит. Типа с ней раньше никогда ничего такого не случалось. И тут на его лице появляется ухмылка. На его лице появляется такая зловещая, недобрая, а очень злая ухмылка. Он начинает улыбаться с каждой секунды, все сильнее и сильнее растягивая свой рот. В конце концов, он начинает улыбаться настолько сильно, что простому человеку это было бы просто неподвластно. Когда Лика уже окончательно была напугана, он произносит, вам не стыдно было? Просто в этот момент у нее начинается паника. Он начинает очень-очень громко смеяться, приближаться к ней, притягивает к ней руки. И в этот момент сзади раздаются крики. Ей кричит ее второй друг, ее подруга Настя. В этот момент она оборачивается в слезах. Они кричат ей, «Что ты там делаешь? Иди обратно! Мы уже тебя заждались!» Она смотрит в их сторону, потом резко поворачивает голову направо, где стоял Андрей, и видит то, что никакого Андрея рядом нет. Она в слезах бежит к палатке, вся в мурашках, вся напуганная. Они спрашивают, в чем дело, что случилось. Она говорит, Андрей себя очень странно вел. Он начал очень громко смеяться. «Неужели вы этого не слышали?» Они говорят, «Лик, какой Андрей? Мы сюда вообще-то втроем приехали». В этот момент ей стало еще более страшно и жутко. Она начинает говорить, «Ну как, Андрей?» Называет фамилию. Они смотрят на нее такими огромными, ошарашенными глазами, просто в шоке, не понимая вообще ее слов, и говорят, «Ты что, издеваешься?» «Это шутка такая, Лик?» «Не смешно». Она начинает продолжать, «Какая шутка?» «Что происходит?» «Почему Андрей себя так странно ведет?» И в этот момент они ей просто в один голос, в унисон говорят, «Андрей умер год назад». О каком Андрее вообще идет речь? Ты что, прикалываешься?» Она чуть сознание не потеряла. В этот момент начинает еще сильнее плакать, вспоминать все, что было, и говорить, «Как же он за рулем ехал?» «Он нас вез». Настя ей говорит, «Нет, вообще-то это я за рулем ехала, так как у Степы нету прав». Потом она говорит, «Ну как же он шашлык нам помогал жарить?» «Он их на штампуры одевал». Ей говорит, «Степы вообще-то это делал я, а вы рядом сидели, смотрели». В конце концов она говорит, «Но он же из палатки вышел, он из вашей палатки вышел, когда я вышла, через минут 10 или 15 после меня». Они говорят, «Лик, никто не выходил, а ты что, бредишь что ли? Что с тобой?» Тут она вспоминает эти легенды про озеро и понимает то, что эти легенды не детские сказки, а это все реальность. Ей стало очень страшно, она отчетливо помнит все, что было. Все, что было, она не может никак по-другому эти события переиграть, напомнить лишь то, что было. Именно так. Она начинает задумываться, как вообще такое возможно, это какое-то помутнение сознания, ей становится еще более куда страшно, просто максимальный уровень страха. И после этого друзья понимают то, что это уже совершенно не шутки, она не прикалывается, не издевается, причем то, что они тоже слышали все эти легенды, просто не особо в это верили, пытаются ее успокоить, дали ей горячего чая, который у них был в термосе, накормили ее, уложили спать. Так они поняли то, что Лика здесь больше не заснет, и они решились уехать. Их поход, их ночевка в лесу так и не состоялась, они уехали, потому что у Лики был шок, ей было очень страшно, и, собственно говоря, после этого случая ничего больше не происходило. Но это она запомнила на всю жизнь. Ну вот, ребята, я надеюсь, что вам понравилась эта история. Опять же, напоминаю, что если у вас есть страшная, реальная, мистическая история, или у вас есть история ваших знакомых, то обязательно поделитесь ее со мной. Я по вашему согласию обязательно расскажу ее в своем видео, и поделюсь ею с подписчиками. Ну а на этом все. Я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики вверх и подписываться на мой инстаграм. Там я очень часто с вами общаюсь и выставляю разные мотивирующие сторис. Ну а на этом все. И всем пока!